Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Проезд открыт. Дорога по улице Капитана Шефнера доступна для автомобилистов. Для безопасности на участке дороги установят разделительные леера. Остались к выполнению работы по обустройству барьерного ограждения, которое будет разделять потоки встречного направления и нанесение завершающего этапа дорожной разметки. Ритм и импровизация. Во Владивостоке стартовал международный джазовый фестиваль. Я верю, что настоящее мастерство завораживает. И если на сцене настоящий мастер, ну, например, тот же самый Игорь Бухман, то человек, который даже ни разу не слышал джаз, он не может не понять, насколько это прекрасно. Решающая битва. Девушка из России впервые в истории стала чемпионкой мира по брейк-дэнсу. Также в выпуске. Три дополнительных региональных проекта утверждено в Приморье. И еще расскажем. Команда ДВФУ выиграла бронзу на Всемирной Олимпиаде роботов в Венгрии. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Дорога по улице капитана Шефнера доступна для автомобилистов. Для безопасности на участке дороги установят разделительные леера. А вот пробки на Борисенко будут собираться еще пару недель. Это связано с тем, что Примводоканал должен восстановить на этом участке часть водоотводного канала. Раньше к асфальтированию приступить нельзя. Подробнее о дорожных работах в городе расскажет Светлана Садовая. Более тысячи метров дорожных и более 500 метров тротуарных бордюрных камней нанесена разметка. Спуск на улице Шефнера сегодня открыт для движения автомобилистов. Вскоре здесь появится даже разделительное леерное ограждение. А именно на участке от Всеволодосибирцева до съезда на Пушкинскую. Такое решение принято для организации более безопасного движения по этому сложному участку дороги. Уклон которой самый большой во Владивостоке. Остались к выполнению работы по обустройству барьерного ограждения, которое будет разделять потоки встречного направления и нанесение завершающего этапа дорожной разметки. На сегодня эти мероприятия не препятствуют тому, чтобы приступить к эксплуатации участка уже сейчас. Поэтому дорога была открыта для движения и мы видим, что активно используется нашими горожанами. Здесь заасфальтировано более 800 квадратных метров пешеходной зоны, уложено 10 тысяч квадратных метров второго верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Установлены трубы и лотки системы ливневой канализации, заменены люки и решетки инженерных коммуникаций. Безусловно, по участку с таким уклоном движение грузового транспорта запрещено и не может быть возможным. Поэтому знаки соответственно установлены и сверху, и снизу при заезде на данную улицу. Более того, водители предупреждены о том, что данная дорога может быть скользкой. И необходимые дорожные знаки в соответствии с правилами дорожного движения также размещены здесь. Масштабные дорожные работы ведутся сегодня в разных районах города. Так, на 95% выполнены работы по монтажу системы ливневой канализации на участке улицы Борисенко от спортивной до школьной. Однако здесь до сих пор сохраняются гигантские пробки, так как на этом участке по сей день нет асфальта. Завершающим этапом должна стать укладка дорожного полотна и благоустройство объекта. Об этом доложили главе города Олегу Гуменюку во время его рабочей поездки на улицу Борисенко. Мы вас по-человечу предупредили. Вы приехали. Месяц прошел. Вы сейчас мне будете объяснять, почему вы это не сделали. Приступить к финальному этапу работ подрядчик не смог из-за того, что Примводоканал не выполнил своих обязательств по восстановлению нарушенного водоотводного канала. В связи с этим ограничения движения на Борисенко вынуждены продлить еще на две недели, до 25 ноября. Мы видим, насколько это было забито годами, но то, что было, то было. Это 2012-2014 год. Но мы будем это делать. И хорошо, что у нас есть отношения с водоканалом. Представитель подрядной организации отметил, что для оперативного завершения ремонта асфальтирование будут вести параллельно с восстановлением водоотводного канала. Отметим, что ремонт на этом участке по Борисенко – первый из трех этапов работ по восстановлению ливневой системы. В следующем году ремонт продолжат. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Тем временем во Владивостоке отменен режим ЧАЭС, введенный в августе этого года из-за обильных дождей. В постановлении, опубликованном на сайте мэрии, сообщается, что режим чрезвычайной ситуации отменен в связи с нормализацией обстановки, связанной с выпадением осадков 27 и 28 августа на территории Владивостокского городского округа. Напомним, 28 августа власти Владивостока ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней, которые нанесли серьезный ущерб городской инфраструктуре. Были подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходили сели, обрушились несколько подпорных стен. Глава Владивостока Олег Гуменюк тогда сообщал, что примерный ущерб инфраструктуре Владивостока составил около сотни миллионов рублей. Три дополнительных региональных проекта утверждено в Приморье. Один из них – безопасность дорожного движения. Его главная цель – снизить смертность в результате ДТП в три с половиной раза по сравнению с 2017 годом. К 2024 году уровень смертности в автоавариях не должен превышать 4 человек на 100 тысяч населения. Еще один региональный проект также связан с дорожной отраслью. Это коммуникации между центрами экономического роста. Проект предусматривает создание дорожной инфраструктуры. 15 километров подъездной дороги от трассы Артем-Находка – порт Восточный к территории опережающего развития – нефтехимический. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» Приморье сконцентрирует усилия на подготовку кадров. Отдельное внимание уделяется именно вовлечению молодых ребят в цифровую среду. Власти края обещают, что в ближайшее время цифровые технологии прочно войдут в сферу транспортного обеспечения – ЖКХ, образования, здравоохранения. С учетом дополнительных в списке региональных проектов Приморья – 52 проекта. С полным текстом каждого из них и отчетами о реализации можно ознакомиться в специальном разделе на официальном сайте администрации края. Акция по сдаче донорской крови «Дорога жизни» пройдет в Приморье 15 ноября при поддержке ГИБДД и Краевой станции «Переливание крови». Акция стремится привлечь внимание населения к последствиям дорожных аварий, напомнить о необходимости оказания помощи жертвам ДТП, призвать к уважению, соблюдению правил и культуры дорожного движения. Иногда своевременное переливание крови – единственная возможность спасти жизнь человека. Сам процесс сдачи донорской крови не займет много времени. Однако каждый донор при этом внесет большой вклад в борьбу за человеческое здоровье и даже жизнь. Акция пройдет 15 ноября с 8.30 до 12.00 на Краевой станции «Переливание крови» во Владивостоке по улице Октябрьской 6, остановка Покровский парк. А также в Арсеньеве, Дальнегорске, Находке, Лесозаводске и Уссурийске. Команда Дальневосточного федерального университета выиграла бронзу на Всемирной Олимпиаде роботов в Венгрии. Соревнования проходили с 8 по 10 ноября. Призерами стали студенты Школы естественных наук ДВФУ Михаил Лямаев и Даниил Горячкин. Задача направления, в котором участвовала команда из ДВФУ, состояла в том, чтобы разработать и запрограммировать робота, который лучше всех справится с работой садовника в оранжерее. Роботы самостоятельно искали, идентифицировали и укладывали разноцветные фигуры – тетракубы – внутри специального прямоугольника. В Олимпиаде принимали участие около полутора тысяч человек из 70 стран мира. Россию представляли 40 участников из 9 регионов, в том числе и из Владивостока. Они боролись за медали во всех четырех категориях Олимпиады. Это «Основная», «Продвинутая», «Футбол роботов» и «Творческая». В общественном зачете сборная России заняла первое место. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Девушка из России впервые в истории стала чемпионкой мира по брейк-денсу. Жители Красноармейского района пожаловались на Амурского тигра, который стал наведываться в поселок Восток. Ритм и импровизация. Во Владивостоке стартовал международный джазовый фестиваль. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром на даче «Все в порядке». Сегодня с вами я, Сергей Комаров, и мы продолжаем. Девушка из России впервые в истории стала чемпионкой мира по брейк-денсу. Жители Красноармейского района пожаловались на Амурского тигра, который стал наведываться в поселок Восток. Ритм и импровизация. Во Владивостоке стартовал международный джазовый фестиваль. Присягу кадета МЧС России приняли в кадетском классе «Спасатель», который открылся в этом учебном году в средней школе номер 3 села Хароль. В спортивном зале школы собралось 52 человека – и парни, и девушки. Поддержать ребят пришли их родные, близкие и друзья. Гостями мероприятия стали сотрудники Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Профессиональные спасатели поздравили кадетов, пожелали им отличной учебы и в качестве подарка передали в музей класса пожарную каску и литературу по ОБЖ, с которых начнется история кадетского класса. К слову, этот класс находится под патронажем заместителя министра МЧС России Виктора Яцуценко, который лично присутствовал на церемонии его открытия в День знаний. В классе 41 ученик из Харольской средней школы номер 3 и 11 ребят из школы села Новая Девица. Специально для ребят разработана программа, которая рассчитана на три года. Ребята ежедневно с гордостью носят кадетскую форму и с интересом изучают азы безопасности. Сегодня столько всего произошло. Значит, мы сюда приехали, приняли присягу. Теперь я МЧСовец, кадет. Мне это так понравилось. Я очень хочу помочь своей родине. Я ее очень сильно люблю и хочу свою жизнь посвятить тому, чтобы ее защищать. Сотрудники МЧС везде нужны, особенно в России, когда ты не знаешь, что произойдет в любой момент. И спасатели очень нужны. А то, что в России и в частности в Приморье может случиться что угодно и когда угодно, а спасатели более чем востребованы, подтвердил недавний случай на побережье. Так, на острове Русский в районе мыса Вятлина произошло ЧП с участием любителя экстремальных видов спорта. Видео с места происшествия удалось сделать напарником мужчины. Оно было опубликовано в сети Инстаграм. На кадрах отчетливо видно, как парапланирист совершает полет, но вдруг его начинает закручивать ветром и пилот теряет высоту, падая в сторону скалы. Падение произошло с высоты 120 метров. Раскрытый купол значительно затормозил падение. По данным очевидцев, экстремал получил лишь небольшие ушибы и ссадины. Его голову от травм смог защитить надежный шлем. Жители Красноармейского района пожаловались на Амурского тигра, который стал наведываться в поселок Восток. Несколько раз его фиксировали камеры наблюдения, установленные на складе лесоматериалов. Эксперты центра «Амурский тигр» предполагают, что это молодой самец в возрасте около двух лет. Тигрица, которая обитала в окрестностях населенного пункта, два года назад принесла потомство. И сейчас, скорее всего, в поселке Восток прогуливается ее отпрыск. На втором году жизни у тигрят иногда отмечается хулиганское поведение, отмечают специалисты. Но в данном случае их настораживает то, что хищника не пугает свет. В центре считают, что поведение тигра может свидетельствовать о наличии у него ранения или заболевания. Для безопасности населения и зверя в поселке постоянно находится группа по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками. Жителям Владивостока рекомендовано не выпускать домашних животных на свободный выпас и привязать собак. Будут применяться и электроизгороди. Это лишит тигра легкой добычи и, возможно, заставит его вернуться в лес. Если это не сработает, хищника отловят и поместят в реабилитационный центр. Ветеринары установят причины его поведения и оценят перспективы возвращения в дикую природу. Сбавь скорость на земле леопарда. Полицейские Хасанского района Приморья предупредили автолюбителей о возможности выхода на дорогу дальневосточных леопардов. И напомнили, что превышение скорости на трассе опасно не только для людей, но и для животных. Ежегодно на дороге встречают редких краснокнижных кошек – леопардов. Например, в октябре этого года на дорогу вышли сразу три уникальных хищника – мать и два котенка. Кошки были очень осторожны и определенно не искали встречи с человеком. Популяция дальневосточного леопарда в России растет. И все чаще эти кошки фиксируются вне особо охраняемых природных территорий. Специалисты отмечают – человеку нечего опасаться. Дальневосточный леопард не нападает первым на человека. Водители действительно должны быть бдительны и помнить, что рядом обитает самая редкая крупная кошка на планете. Международный джазовый фестиваль стартовал во Владивостоке. Открытие 16-го фестиваля состоялось в Приморской краевой филармонии. В течение недели жителям и гостям Владивостока представлена насыщенная джазовая программа, в которой примут участие музыканты из пяти стран. Подробности в следующем материале. В 16-й раз Владивосток окунается в ритм джаза. В эти дни в столице Приморья проходит международный джазовый фестиваль. На сцене филармонии пройдет девять ярких концертов. В честь открытия состоялась пресс-конференция. Главным гостем стал знаменитый русский джаз-исполнитель Вадим Эллинкрик. Выдающийся трубач подметил, джаз не просто музыка, его нужно чувствовать. Джаз требует от человека определенного уровня культуры, воспитания и, наверное, образования. Причем образование не количество дипломов, а ну вот чего-то. Джаз надо чувствовать. Для этого человек должен быть очень эмоционально развит. Я верю, что настоящее мастерство завораживает. И если на сцене настоящий мастер, ну, например, тот же самый Игорь Бухман, то человек, который даже ни разу не слышал джаз, он не может не понять, насколько это прекрасно. Ежегодно во Владивосток съезжаются участники со всего мира, чтобы продемонстрировать свое творчество. В этом году разные джаз-направления представляют участники из России, Кореи, США, Германии и Франции. Изюминок у фестиваля много. Исполнители могут не придерживаться последовательности исполнения композиций. Поэтому зритель может увидеть настоящую импровизацию на сцене. Исполнители не просто показывают свое творчество, но и претендуют на приз зрительских симпатий. Участники были отобраны на джазовом марафоне, который показал, что желающих исполнять джаз становится все больше. А завершит фестиваль 16 ноября эстрадный оркестр Приморской филармонии и американская джаз-исполнительница Сай Смит. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Девушка из России впервые в истории стала чемпионкой мира по брейк-дэнсу. Крупные соревнования проходили в крупнейшем городе Индии – Мумбаи. Сюда съехались лучшие танцоры со всех уголков планеты. Самая интересная борьба развернулась в женской категории, которая появилась на чемпионате всего год назад. Все подробности у Максима Яковлева. Red Bull BC One – крупнейший и самый престижный один-на-один брейкинг-контест в мире. Проще говоря, это очень статусные соревнования по брейк-дэнсу, которые существуют уже 16 лет. Финалы этого чемпионата проходят в разных уголках мира. В этом году мероприятие переместилось в индийский город Мумбаи, куда съехались более 70 профессиональных танцоров со всей планеты. Чем же финальные баттлы интересны нам? А тем, что в этот раз решающая битва отметилась историческим моментом. Впервые в истории победителем соревнований стала девушка из России. Встречи так называемых «Биггёрл» здесь были введены всего год назад. И вот уже в финале 2019-го на танцполе появляется Наталья Келячихина из Краснодара. Девушка прошла непростой отбор. Соперниками Наташи на решающей стадии стали три мастеровитые японки. Россиянка носит псевдоним «Кастет». Довольно суровое прозвище и 9-летний опыт явно произвели впечатление на судей, которые почти единогласно назвали её чемпионкой мира. Вообще для меня не совсем важны эти награды. Для меня важнее развитие в танце и развитие своего понимания культуры, хип-хоп-культуры. Но когда я это получила, я понимаю, что это, конечно же, важно для меня. Особенным финал этого года в Мумбаи стал не только благодаря победе Наташи. В нём приняли участие ещё двое россиян под псевдонимами «Бамблби» и «Битли». Таким образом, был побит рекорд по присутствию представителей России в чемпионате за всю его историю. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Дорога по улице капитана Шефнера доступна для автомобилистов. На Борисенко проезд ограничен до 25 ноября. Команда ДВФУ выиграла бронзу на Всемирной олимпиаде роботов в Венгрии. Присягу кадета МЧС России приняли в кадетском классе «Спасатель», который открылся в этом году в средней школе номер 3 в села Хароль. Девушка из России впервые в истории стала чемпионкой мира по брейк-денсу. Жители Красноармейского района жалуются на Амурского тигра, который стал наведываться в посёлок Восток. Ритм и импровизация. Во Владивостоке стартовал международный джазовый фестиваль. На сегодня это всё. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Телефон нашей редакции 249-88-12. 8 канал. Главное. Владивосток. Диана. М Obama. Главное. На сегодня в proposals.